Девушки отдыхают 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 Ты так и не сказала, кого там нарисовала. Это… Это отчим? Почти всё в жизни можно изменить. Я это точно знаю. Цель вижу. Могу работать. Цель держу. Работаю по команде. Субтитры делал DimaTorzok Штурм. Пошли, пошли, пошли! Да. Весело. Все дети живы, никто не пострадал. Попрости детей. Простите. Что? Вот телефон. Спасибо. Алло. Макс, блин, ну ты в своём уме? Где тебя носят? Меня твоя работа уже достала. Ты жениться вообще собираешься? Мы же платье сегодня меряем. Нет, Люба, это не Макс. Это Васильевич. С Максом всё в порядке? С Максом всё нормально, не волнуйся. Травматический шок. Ничего страшного, поверь мне. Я вот о чём хочу тебя попросить. Я его отправлю в отпуск недельки на три. Обязание присмотри. Хорошо. Конечно, конечно, хорошо. Люба, работа у нас опасная. А он, как тебе сказать, смерти перестал бояться. Понимаешь? Да помолчите вы! Понимаешь? Может, ему профессию сменить? Ты психолог, ты с ним поговори. Лады? Да. Да, конечно. Ну, как ты, Макс? Ничего, живой. Ну, ничего. Держись, потом поговорим. Нормально. Живы будем, не помрём. Пётр Васильевич! А, пропусти его. Иди сюда. Привет. Здорово, Сань. Ну, как дела, как служба? Да сам видишь. Слушай, ну, отлично сработали. Бывало и лучше. А ты как? Ну? Понятно. Сань, я в эту историю со взяткой никогда не верил. Не верил и не поверю. Ну, ясное дело, подстава. Мне очень жаль, что тебя уволили со службы. Чем могу помочь журналюге? Эксклюзивчик дашь? Ну, конечно, поговорим. Эдик! Эдик! Давай сюда быстрее. Пять минут. Всего. Замётано. Давай. Здорово, спецназ. Привет, Лёха. Комбат, слышь, падали лицом вниз. Маски-шоу приехали. Привет. Здравствуй, Любашенька. Привет. Привет. Ну, чё, когда уже свадьба, а? А то мы тут на днях сколько, 10 гранат нашли? 13. О, мы вам такой фейерверк забабахаем. Слышь, партизана, вы бы осторожнее с оружием были бы. Так, это, пошли позавтракайте с нами. Ой. Нет, спасибо. Спасибо. Нет, 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 спасибо. Ну, чё такое? Нормальная каша. Нормальная. Твоей кашей гвозди забивать мне. Хорош трещать костыль, давай. Ты смотри, раскомандовался он. Собака, лодка чужая. Ничего, за бугор на ней не уйдёшь. Значит, он на дырь потянет. Покатаемся вернем. Я тебя прям боюсь. А то, страшный и злой. А чья лодка-то? Да какая разница? Ой. О, ничего не изменилось. Как в детстве мужики здесь ставились эти, так и ставят. Клянись. Перед лицом этой рыбы. Перед лицом этой рыбы. Перед лицом этой рыбы. Всегда меня любить. Всегда тебя любить? Так, рыбу прекрати мучить, отпускай её уже. Ты это сказал при свидетелях. Отпускай рыбу, всё, отпусти. Так, теперь, Максим, давай поговорим серьёзно. Без свидетелей. Ты подумал? О чём? Я серьёзно о смене работы. Что ты поменяешь работу. Что ты поменяешь работу. Я думаю. Макс, мы с тобой уже тысячу раз об этом говорили. Пирожки. Слушай, бабушка ж готовит пирожки, а я и забыл. Макс, при чём взять бабушкины пирожки? Я приготовила уже. Я тебе чё-то, я тебе… Макс, при чём тяга. Слушай... Ты очень красивая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут новость прошла. Говорят, что тебя к ордену представили. А это насчет того, что с меня причитается? Да не вопрос. Жди на чай. А ты не пугай, заходи. Заодно невесту свою покажешь. А то тут про нее вся деревня кудахтает. Давай. Хорошо, зайдем. Как вкусно пахнет. Старалась. Кушай, милая, кушай. Спасибо. 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 Это ж надо. Окружку на завтрак. Давай, давай, наедайся. Герой ты мой. О. Тем не менее, глобальное восстановление экономики продолжает… Прямо обидеть. Спасибо. Тебя тоже. В общем, большинство ведущих экономистов считают, что сегодня нет реального повода говорить о второй волне большого обвала и нового кризиса не будет. Таково мнение наших экспертов. Мы переходим в группы экстреминальные новости. Сегодня закончилось очередное заседание суда по делу известного бизнесмена Фанайлова. Как и в прошлый раз, с Фанайловой были сняты все обвинения в связи с отсутствием свидетелей по делу. Надежный источник из правоохранительных органов сообщил, что один из свидетелей сегодня не явился на заседание суда, а второй по-прежнему находится в больнице. Администрация наша решила полиграфический комбинат ставить. Ну, народ закудахтал. Так они, чтобы хорошими казаться, надумали храм восстановить. Меня пригласили фрески править. Денег, говорят, у нас нет. Так мы тебе, говорят, дров дадим. Ну, чё? Будем делать. Нельзя. Мы же дорогу. Ну, как скажешь. А семья как у неё? Да нет никого. А занимается чем? Психолог. Умная – страшно. Умная – это не грех. Я в людях толк знаю. Хорошая она у тебя. Береги её. Спасибо. Любаш, а чё ты там задумалась? Ну, вы ж на женщину внимания не обращаете? Обижаете. Женщина у нас в почёте. Разрешите? Простите. Ну что, Фёдор, поедем. Спасибо тебе за всё. Заходи ещё. До свидания. Очень приятно было познакомиться. Спасибо. Всего хорошего. Люба! Ау! Держи. Ой-ой-ой. Знаю, что целоваться не любишь, но уважен. Спасибо. Поехали мы. Спасибо вам за всё. Береги его. Береги. Ну, конечно. С Богом. Устал? Хочешь, я поведу. Да нет, все в порядке. Бабушка твоя как на войну нас собрала. Когда мы все это будем есть? Я с собой завтра на работу возьму. Макс, ты что, ты опять собираешься на эту работу выходить? Любаша, давай не будем. Мне кажется, что мы с тобой обо всем договорились уже. Любаша, мне Федор смешную историю рассказал. Подожди. Подожди со своими смешными историями. Ты, ты скажи, мы, мы договорились, что мы женимся, рожаем детишек и живем прекрасной, счастливой семьей, так? Ну? Ты что, не понимаешь, что я каждый раз отправляю тебя на эту работу? Я, я боюсь, мне страшно. Человек не может постоянно жить в страхе. Я не могу постоянно жить в страхе. Ты это понимаешь? А то, что преступность растет, как грибы, тебе это не страшно? То, что наши дети будут выходить на улицу и бояться, это не страшно? Это для вас убивать уже стало естественным, но для нормального человека это не естественно. Ты черствеешь с каждым днем. Твоя душа черствее, ты… Люба, запомни, добро должно быть с кулаками. Иначе всему конец. Макс, он живой! Макс, он живой! Живой! Аптечку быстро! Помогите. Они убьют меня. Чё, живой еще? Да, живой. В больницу срочно надо. В больницу? Конечно, в больницу. А нам как раз по пути в больницу. Точно. Давай, грузи его. Чё, добегался? Не надо! Дежолый, козли! Ты бы ехал отсюда, мужик. Малый, чё? Мы тут сами все уладим. Клёнку возьми в машине, чтоб салон не испачкать. Давай. Руки держи. Да ты лежи. Сейчас мы тебе первую медицинскую помощь устроим. От судьбы не уйдёшь. Спринтер. Я сказал, сел в машину и дёрнул отсюда. Макс, поехали. Любашка, сядь в машину и закройся. Макс, я прошу тебя, поехали отсюда. Быстро в машину! А может, все-таки в больничку, а? Ну, какой же ты дятел тупой! А ведь могли бы и договориться. Трост! Стоять! Стоять! Вот тут! Ааа! Продолжение следует... Что ты за человек, Подгорнов? Что ты всё под этого Фанайлова копаешь? Писать тебе, что ли, больше нечем? Вон на днях, сынок депутата, на своём бентли в пивной ларёк влетел. Вот о нём и пиши. Миш, Панылов не просто бизнесмен, он управляет криминальными синдикатами. А это убийство, помогательство, рейдерские захваты. Да знаю, знаю. Тогда что же вы ничего не делаете? Да мы уже дважды возбуждали уголовное дело. Все рассыпалось. Почему? Свидетелей нет. А нет свидетелей, нет обвинения. Два дня назад ещё один свидетель пропал. Как пропал? А вот так, взял и исчез. Дал подписку о невыезде и исчез. Миш, мне это очень нужно. Селиванов реальный свидетель. Его запугали. Секундочку, вы куда? Прокуратура, следователь Русаковский. А это со мной. Он весь свой бизнес передал Фанайлову. А это уже кое-что. Ладно, расслабься, получишь ты своего свидетеля. Я к нему охрану приставил, куда он денется. Ещё раз, как ваша фамилия? Сталицкая. А ваша? Пронина. Курить надо бросать. К Селиванову. В какой палате Селиванов? Так умер Селиванов. Пять минут назад. Что значит умер? Он же на поправку шёл. Где доктор? Семён Петрович, а здесь из милиции. Остановитесь, следователь Русаковский. Что произошло? Анафилактический шок. Мы и сами ничего не понимаем. Аллергии не было. Спал спокойно, чувствовал себя хорошо вот утром после обхода и... Сержант. Всё по инструкции. Доступ только медперсоналу. А точнее? Ну, вот она заходила с баночками какими-то. Я вообще-то здесь работаю, между прочим. Ну, доктор ещё. Этот? Нет, другой. Лысый, худой. Вы извините, я вас перебиваю, но доктор, здесь я. Я вижу. Видите, вот, не худой. И ещё не лысый. Ну? Ну. Но здесь других быть не могло. Я никого не видела. Значит так, тело назад в палату, ничего там не трогать. До приезда следственной группы никого сюда не впускать. Ясно? Товарищ полковник, я... А ты, сынок, давай составляй словесный портрет доктора. Думай, думай. Есть. Так, Юлечка, иди в девятую. Чёрт, что ж за дей сегодня такой? Понял, еду. Что случилось? А это уже, Саша, не для прессы. Миш, я с тобой, ладно? Нет. Будь человеком. Даже не проси. Слушай, ну что тебе стоит? Ну хочешь, я на колени... Да не надо на колени. Ты такой же настурный, как твой отец. Юлечка, два кубика гидрокортизона. Угу. Добро должно быть с кулаками. Мира. 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 Командир, да не видел я ничего, вот путевой лист, я в два часа только выехал из Котоминска, вот. Ну, что там у вас? Привет. В общем, трое потерпевших, два трупа, один из убитых наш, спецназовец, старший лейтенант Максим Балашов. У него открытый перелом в районе бедра, черепно-мозговая, ссадины, ушибы. В общем, он с кем-то дрался и его сбила машина, но умер от огнестрела. Три полевых стреляли в упор из Стечкина. Три гильзы на месте. Тут его командир приезжал, такой кипиш навел вообще. Сказал, что если мы убийц не найдем, он здание прокуратуры со своими ребятами штурмом возьмет. Ясно. Что по второму? Из-за второго и звонили, пробили по базе. Твой клиент. Истомин Юрий Палыч, дважды судим, находился под подпиской о невыезде. Проходил свидетелем по твоему делу. Господин Фанайлова? Да, Фанайлова, Фанайлова. Так что второй? Его тоже сбила машина? Сбила, но умер от многочисленных ножевых. А где женщина? Какая женщина? Ее увезли, она в больнице, в Первый городской. Допрашивают бесполезно, в коме. Тяжелая черепно-мозговая. Разберемся. Через час бумаги, чтоб были у меня на столе. Поехали. Я же тебе говорил, что этот Фанайлов монстр. Ни одного свидетеля. Ты мне лучше скажи, вот как ты думаешь, зачем труп свидетеля бросать под машину спецназовца? Имитация ДТП. Допустим. А зачем парня убивать? Бред какой-то. А ты про дорожные аферы не слышал? Слышал, слышал. Только у такого монстра, как Фанайлов, киллеры не пацанва какая-то. Такой чепухой заниматься не будут. Извини, Саш, но твоя версия с Фанайловой, мягко говоря, сомнительная. Еще общий план в больнице. Только помрачнее. Миш, сто рублей дай. Только до пятницы. Ой, не жмись ты, Юлечка. Это вам и это вам. Спасибо большое. Сергею Ивановичу привет. Крупнова, ты какого хрена тут делаешь? Э, ты чё? Ты посмотри, как Мертисин. Мишань, это наш известный Подгорнов. Я уже понял. Борец за справедливость. А ну дай сюда. Сторож, ты косеная. Ты хоть соображаешь своей дурной башкой и думаешь, что делаешь? На ее глазах человека убили, она же свидетель. А ну дай сюда косеную. Ты чё резкий-то такой? Выпей воды, Подгорнов, остынь. Косету ему отдай, а фонарил совсем? Крупнова, если б ты была мужиком, ух, врезал уже тебе. За взятку чуть не сел, так хочешь за избиение? Приятно было повидаться. Тихо, пойдем, я ему сам... Не лезь на ровно, еще раз врежу. Ты и так после следствия. Тебе очередной геморрой ни к чему. Давай, давай, иди. Эй, а вы... Прокуратура, с вами я потом разберусь. Здравствуйте, я следователь Русаковской. Скажите, вы можете отвечать на мои вопросы? Ну вот, тогда постарайтесь вспомнить, как все произошло. Ну, сколько было нападавших. Их приметы. На какой машине они приехали? Может, вы сможете описать тому, кто стрелял? Постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь. Черт. Прошу прощения, пожалуйста, покиньте палату. При всем уважении к следственным органам. Скажите, когда я могу поговорить с потерпевшей? Ну, вы же видите ее состояние. Сейчас точно нет. Ладно, командир, пошли. В другой раз. Ладно, командир, а пока мы의밀ся. Ладно, я посмотрю. ВОДОЧ... Руки убрал! Руки убери от меня, Пычао! Руки убрал! Что-то вид у тебя уж больно загадочный. У меня небольшая проблема. А когда их у тебя не было? Руки убрал! Руки убрал! Зачем? 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 Зачем вы убили? Убили мента! Ментов убивать нельзя! С меня и так уже прокуратура не слазит. Папа, если меня закроют, я всех сдам. Я один тащить не буду. Щелок! Куда делят тачку? Моя в ремонте, бампер меняют. В гараже у малого. Какой бампер? Какой гараж? Тачку за город сжечь, ствол сбросить. Ты понял? Понял. Я слышу! Понял. Спасательные команды работают круглосуточно, разбирая завалы. А мы вновь переходим к рубрике «Криминальные новости». И у нас в эфире спецрепортаж Марии Крупновой о самых горячих событиях сегодняшнего дня. Мы ведем репортаж из 1-й городской больницы, куда была доставлена жертва жестокого бандитского нападения психолог Любовь Кленская. По словам врачей, пациентка находится в критическом состоянии. По делу ведется следствие. Поступили сведения, что количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции... Звук перейдется. Останавливается titled Дворина Крымской. Чуще всего, что в твоей карте всеево в результате мощной голова. ТЕЛЕЦКИЙ ПОДОЛИЦКИЙ ПРИ ОООООДНОЕ ДОМИЦКИЙ ПОДОЛИЦКИЙ ПОДОЛОЕ ДОМИЦКИЙ ПОДОЛИЦКИЙ ПОДОЛИЦКИЙ ПАДОЛУЦКИЛИ. Хорошо, сейчас буду. Не надо, не надо, ну зачем же, зачем же, все, 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 надо жить, 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 жить. Юля, где ты ходишь? Я уже на месте. Я уже на месте. Я уже на месте. Я уже на месте. Круто, какarf-то. Я уже на месте. Я уже на месте. Эй. Берите, говорит았습니다. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Че надо? Командир, открой это дело срочно. Все дела с утра. Расписание читал? Ночью? Не положено. Раскрой же ты, тут человеку опасно! Да иди ты отсюда! Я не буду есть, пока вы скажете, кто вы чего от меня хотите. Я не буду есть, пока вы скажете, кто вы чего от меня хотите. Я не всякое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Таблетки. Ну вот, хорошая елочка. А теперь обратно в короткую. Бегом. Есть кто? Челки! Что случилось? Остановка сердца. Такое иногда бывает. Простите, а вы кто? Я. Один из следователей. По делу Любови Клинской. А, Клинская. Да. Клинская пошла на поправку. А? Мы ее перевели на первый этаж в палату реабилитации. Только знаете, у нее больше всего душа пострадала. А это… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ау, смена караула. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Русаковский прислал. Ну, да. Отлично. Только на этот раз никого. Так точно. Сделай. Хорошо. Черт. Что за безобразие? Юленька, аварийное освещение включите. Да, Саня Петрович. КОНЕЦ Сюда нельзя. Стояй! Фу! Сюда нельзя. Стоять! Фу! Фу! Пожалуйста, не кричите. Не бойтесь, я вам сейчас все объясню. Хорошо? Я вас помню, вы приходили со следователем, вы в опасности, я просто хочу вам помочь. Зачем? Чтобы помочь найти убийцу вашего мужа и вас спасти. Мне, мне ничего не надо, не надо ничего. Подождите, не говорите так. У вас все еще будет хорошо, у вас вся жизнь впереди. У вас родится ребенок, вы будете счастливы, поверьте мне. Ребенок? А, разве он вам врач не сказал? Вы беременны? Тихо, тихо, тихо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова